Все началось с того, что я наконец-то таки избавился от вот этого страшилища, стоявшего в приезде и защищавшего, якобы защищавшего мою электросеть Гамнище, это называется шляпа боярского Вы посмотрите, особенно меня впечатляет вот этот вот контакт Взяли просто винтик М3, нормально, контакт будет хороший, все-таки тут закругление, мне бы еще гвоздь сделали или шуруп Я думаю, так бы даже получше, кстати, знаете, что происходит с таким дерьмом? А вот такое вот происходит, это уже я расковырял Сейчас, вон она, расплавилась, все, это намертво Никогда не ставьте вот это дерьмо, никогда Но, тем не менее, нужно отметить, что существуют и более качественные варианты Вот одна у меня сохранилась Здесь уже контакт нормальный Но, этому можно более-менее доверить Для самоделки, по крайней мере, такое подойдет Вот такое, конечно же, нет на запчасти А вот такое вот еще куда не шло Сделано в России Также в закромах было найдено запчастына От украинского радио, сетевого Кировоград Ох, я люблю это радио Но его уже, по-моему, не существует, сетевого Терпеть его не могу Ну, именно радио, передача, вот это все Разумеется, против родного языка я ничего плохого не скажу Не отходя от сверельного станка Сразу же рассверлю отверстие В розетке Розетка советская Рассверлю для того, чтобы можно было воткнуть сюда евровинку Также необходимо прослить два отверстия по краям корпуса резетки Это необходимо для установки вот таких разъемов Советский, супер-мега-классный Имеется вот такая вот советская супер-качественная вилка Их у меня, кстати, скопилось достаточно много Очень жалко Очень жалко их выбрасывать И я сохраняю Недостаток один-единственный И он прост Такую вилку не установишь, не вставишь в современную розетку То есть в розетку с заземляющими лепестками Попробуем этот дехвект удалить Честно признаться, я об этим не занимался Но есть пару минут свободного времени И интересно попробовать, получится ли Воистину говорят, что в токарке главное внимание Внимательность Точил, точил, думаю, еще чуть-чуть И в итоге, видите, что сделал Сточил лишнего, стенки тонкие И оно проломило Но ничего, как я уже упоминал, у меня таких вилок достаточно много Со второй попытки все удалось Просто сточил вот этот кружок до меньшего диаметра Около 35 мм Теперь все отлично входит В любую розетку Можно вилку эту воткнуть Моя чудо-держалка И паяльником до вас Последняя доработка Немного сплю с ним штырьки Таким образом металл немного сюда раздастся И вилка будет поплотнее сидеть в самой розетке Сильно много не надо Буквально немножко Собственно и все Можно собирать Между прочим, за что люблю советские вилки Так это за наличие на винте Вот такой картоновой шайбочки Очень упрощает сборку Просто колоссально Сейчас продаются китайские вилки Подобной конструкции Аналогичной Только там нет уже прижимчика Провода И естественно никаких шайб не здесь Стальных для прижима провода Не здесь картоновой И в помине нет Это плюс советской Молодцы конструкторы И вот и все Сэкономил немного денег И спас вилку Советскую Зафиксировал Розетку А также Гнездо для пробки И Произвожу Монтажные мероприятия Вуаля Сюда будет вкручиваться пробка Вот так Получилось Страховочное устройство Так называемое Ну это я так его называю В чем суть Допустим Есть у вас какой-то прибор Не знаете вы Работает он или нет И Вы Включаете его в розетку Он естественно Допустим Не рабочий Шарахнул И сгорел Напрочь Навсегда Погиб С этим же устройством Этого можно избежать Тем более Что В случае необходимости Вместо пробки Можно вкрутить Лампочку Накаливания Запроста Это очень удобно Допустим В случае С работой С трансформатором Допустим Нашли вы трансформатор Не знаете где Какая обмотка Взяли И напрямую Его в розетку Он шарахнул Сгорела обмотка Все До свидания Здесь же Через лампочку Будет ток протекать Соответственно Защитит Этот самый трансформатор В случае такой необходимости Как еще Китайозы Не выпускают такое Ранее Вот такое Страхолюдие У меня было Вот тут Мне особенно нравится Ооо Техника Безопасности На уровне Но Теперь Теперь жизнь Заиграла Новыми красками Давайте Включим Сеть И проверим Работоспособность Сюда Лампочка Врубаем В розетку А сюда Включим Паяльник Оп Лампочка Еле Засветилась Еле Светится Разумеется Проверим И клеммы Текст Хоп Хоп Есть напряжение Подытожим Категорически рекомендую К изготовлению Категорически Сие устройство Не только Способно Спасти Электроприборы Которые Сюда Будут Подключаться Но и В некоторых Случах Даже Вашу Жизнь Ведь Данное Устройство Гораздо Более Безопасней Нежели Вот такие Всякие Сопли До новых встреч Но Пасаран Для Совсем Новичков Данный Разъем В который Можно Устанавливать Пробку Или Лампочку Включен В разрыв Питающего Напряжения В разрыв Продолжение следует...